И проводим такие небольшие творческие лаборатории, живые на концертных площадках, которые мы называем гитарной галлюцинацией. Ну, подробнее по идее, по концепции этого мероприятия расскажет Дмитрий Радзецкий. Да, в общем, мероприятие гитарной галлюцинации, как уже было сказано, это звукотворческий перформанс, то есть все вы сейчас будете присутствовать при необычном событии, так сказать. В чем необычность? Музыка будет создаваться прямо сейчас, здесь, в этом месте, с музыкантами, с которыми мы никогда до этого вместе не играли. Что будет в этих композициях, мы сами понятия не имеем. И в этом есть какая-то уникальность, потому что они неповторимые, неповторные. Повторить их невозможно. И мы будем создавать их прямо вот, вот что на нас влияет? Купол, свет, зеленый ковролит, все что угодно. Прохладно, свежо, холодные руки тяжело, как это не дали. Абсолютно все что угодно. И вы точно так же будете видеть, как мучается музыкант иногда, когда вот что-то у него рождается, и он это хочет вот-вот родить в звуке, воплотить, так сказать. Поэтому это не концерт. Сразу вам скажу, что это перфор. Вы сейчас станете свидетелями того процесса, когда творческий человек в поиске своих мыслей пытается их перефразировать в музыку, еще это сразу же выдавать на сцену без подготовки дома или в студии. То есть это как-то, как уже говорилось, все создается здесь и сейчас. И, собственно, получаться может музыка совершенно разная, совершенно необычная. Хочу сразу вас всех настроить на, возможно, какие-то музыкальные, звуковые неожиданности, какие-то аффекты. Может быть, наоборот, какие-то состояния более сосредцательные, спокойные, умиротворенные. Иногда, может быть, наоборот, какие-то очень хаотичные, агрессивные даже в чем-то. Но это все очень живо, так сказать, очень естественно. Вот как то, что у нас есть в душе, то мы и рассказываем через нашу историю. Ну и первого, кого мы позовем посотрудничать с нами в данном проекте, мы держали, так сказать, в секрете порядок у исполнителей, поэтому они сейчас будут на конкурсе. И знать, какой номер в жеребьевке не нужен. Поэтому первый номер, первый музыкант выйдет на сцену, Максим Величко. Поприветствую. Пока Максим выходит, расскажу, как, собственно, мы познакомились с Максимом. Пару лет назад Максим приезжал участвовать в фестивале, это был первый фестиваль в Киеве, «Апрельские ветви», на котором он тогда, насколько я помню, стал лауреатом, что, в принципе, очень почетно, я считаю. Думаю, ему за это можно еще отдельно попавлажировать. Естественно, было очень много наслышан на коллективе «Внутри звука» и сам я однократно ходил на концерты этого ансамбля. И был очень рад, что у нас в Украине есть качественная инструментальная музыка, инструментальный арт-рок, можно даже сказать, и виртуозные музыканты. Поэтому, вот, собственно, недолго думая, кого выбрать в первую очередь, сразу, когда думали, кого перечит музыкантом из первого года, сразу первый, кого прошел Максим Величко. Не буду кривить дыши. В общем, маленькая сейчас просьба к звукорежиссеру, мне монитор сделать почти в два раза тише, если можно. Что сейчас будет получаться, мы не знаем. Вы тоже не знаете. И Максим тоже не знает. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА